Целый год с прошлого февраля здесь не останавливались работы. Подрядчикам предстояло провести не просто ремонт, а создать нечто новое, соответствующее веяниям в современности. И они создали большую, просторную, современную модельную библиотеку. Ее открывают в Саянске, первой в этом году во всей России. Пока другие районы и регионы только готовят создавать свои объекты. Внимание, дорогие друзья! Торжественный момент! Торжество моменту придает и то, что открывают библиотеку в День работника культуры. А в год педагога и наставника, объявленный президентом, это особенно важно. Ведь кем, как не наставникам, провожать людей в мир, полные знаний, приключений, исторических событий и фантастических свершений. К слову, саянцы всех поколений очень любят библиотеки. Я очень много читаю. У меня библиотека очень большая. Читала всего Каренина, Каверина. Читала и стихий дон. Ну, в общем, очень много. Очень люблю фантастику, детективы и любовные романы. Как без них? Саянцы серебряного возраста в библиотеке смогут и на творческие кружки ходить. Мы на пенсии. Домашних работ таких нет зимой, как в летний период. Скоро на даче будем заниматься. Ну и попутно ко всему, к открытию посмотреть. И садоводческий кружок. И здесь Светлана Васильевна по лесу у нас ведет. Это уже третья модельная библиотека в Саянске. Центральная, самая большая. Рядом с ней установили единственный в области памятник Валентину Распутину. Его бронзовая скульптура вскричает посетителей. Даже улицу в честь писателя переименовали. Все благодаря инициативе мэра Олега Боровского. Это же центр притяжения, это центр общения. Сюда приходят и все-таки... Я сейчас окунулся в эту систему и понимаю, что бумажную книгу нам никакой интернет, никакие гаджеты не заменят. Теперь это не просто хранилище книг, а многофункциональное пространство с тематикой. На все работы потратили 10 миллионов рублей. Помог нацпроект «Культура» воплотить планы в жизнь. Фонд библиотеки богатый. Фонд библиотеки формировали практически 50 лет. Здесь собрана коллекция из 65 тысяч книг. А прохождение почитаемости – это около 100 тысяч книг в год. Прикреплено к библиотеке около 7 тысяч читателей. И они с удовольствием приходят сюда, чтобы насладиться тем самым шуршанием бумажной книги и той атмосферой, которую дает библиотека. На открытие приехали и гости из столицы региона с подарками. Областная Молчановка словно старший товарищ поддержала во всех начинаниях коллектив Саянской библиотеки. Кроме того, постоянно у коллег идет обмен опытом. Я точно знаю, что эта библиотека им нужна, что это будет для них родной дом, то место, где они будут встречаться, разговаривать друг с другом, получать новые знания, обмениваться, что-то дарить. И это действительно библиотека станет местом притяжения, таким, как мы говорим, социальным хабом для жителей города Саянска. И я надеюсь, не только города, потому что наверняка приедут посмотреть из других населенных пунктов. Ведь здесь имени типография, чтобы расширить перечень услуг для посетителей, в планах проводить также работы по краеведению. Все в библиотеке для этого есть. Такая децентрализация позволяет людям не ехать за нужными материалами, знаниями в областный центр, а получать их в шаговой доступности. Анализ, который мы провели по деятельности библиотек ранее открытых, показывает, как библиотеки меняются, насколько они становятся более остыбованными среди читателей. И сейчас мы прошлись по библиотеке, изучили все модули, и мы видим, как коллеги ответственно и очень профессионально подошли. Они предусмотрели буквально все. И тихое чтение для людей серебряного возраста, модули для молодежи. Здесь предусмотрено оборудование для интеллектуальных игр. Всех причастных к созданию этой библиотеки мэр Саянска Олег Боровский поблагодарил лично. А вот в ответ учреждению передали издание о Леониде Гайдае. Изучить записи о жизни режиссера сможет каждый желающий. И вот после ремонта библиотека продолжает свою работу в обычном режиме. Теперь саянцы будут получать знания в современных и комфортных условиях. Но хозяином остается бронзовый Валентин Григорьевич. С вами были Мадина Халикова и Артур Ощупкин. Новость сейчас.